Нет такого вопроса. Он вообще в другой плоскости, который вчера задали на вебинаре. Зачем же тогда выходить из хронически отравленного состояния? Это вопрос совершенно не в плоскости вообще жизни. Вопрос же звучит по-другому. Что мне делать, находясь сейчас в хроническом отравленном состоянии? Продолжать блокировать сильно, как было, и падать еще сильнее, ожидая свои, скажем так, по-разному какой-нибудь конец. То есть у всех по-разному идет. Преостановить это падение, то, что у меня со многими знакомыми и клиентами происходит, балансировать, либо помочь подстегнуть организм, помочь этому процессу выхода из хронического отравленного состояния, то есть спровоцировать его и следить за ним. Само очищение и восстановление производится самим организмом. Поэтому вопрос, надо ли очищаться и восстанавливаться, это все равно, что надо ли дышать. Почему-то дышится, не дышите, давайте посмотрим, что с вами будет. Неправильная постановка вопроса просто отражает то, что люди находятся совершенно в какой-то другой, я считаю, патологической, пирамидальной реальности, то есть отстойной, я бы даже назвал ее реальностью, отстойника такого. Еще раз повторяю, процессы очищения и восстановления – это естественные процессы организма. Но его в хроническом отравленном состоянии доводят до такого, что даже просто если отпустить вожжи, перестать блокировать, то все очень, как бы, выглядит мрачно. Поэтому мы учимся контролировать этот процесс, сопровождаем его. Вопрос не может так стоять. То есть если вы отравились грибами, и теперь вы спрашиваете себя, то есть буду ли я подавлять реакцию очищения, пусть оно где-нибудь там у меня накапливается, либо я буду помогать организму избавляться от, скажем так, чужеродного, от патологии. То есть люди, которые, ну, по сути, берут на себя какие-то странные, очень странная подмена. То есть это вы, они говорят, что, ну, не буду выходить из хоз, то есть давайте называть это по-другому. Я буду дальше блокировать естественные механизмы организма. Вот так это звучит.